текст давайте я дам вам совет эзотерика который будет звучать так что делать если мужчина обидел в случае если вы обиделись как развязать этот клубок обиды можно ли что-то с этим сделать давайте я расскажу с чем это связано первое когда мужчина бросает женщину обычно женщине начинает становиться ей жалко себя как ее такую хорошую кто-то смог оставить ведь она хорошая помните меня мадам брошкину купил ей сережки и так далее себя жалко когда человеку себя жалко человек должен найти идею ради кого он собирается дальше жить то есть если человек живет с человеком и обожает его то обычно вся идеология человека связана с тем что любящая женщина обычно идеализирует своего мужчину и старается жить максимально для него ради него как собачка после того когда ее хозяин бросает у собака становится полностью никому не нужной и начинает себя жалеть как это проявляется это проявляется в виде ну сейчас мы к этому придем тоже необходимо сделать человеку необходимо найти ради кого жить вы представляете если бросить женщину то женщина начинает интуитивно страдать потому что ее бросили у нее нет идеи ради кого жить и в этот момент у нее начинают либо она болеть либо дети болеть почему если дети болеют то нужно жить ради детей если она сама болеет она начинает жить ради детей ради себя не начинает лечиться потому что таким образом все устроено идеология идея должна быть то есть если ты не жила для муд для мужчины у тебя бросил то тогда живи для себя а также живи для тех или живи для идеи придумай себе идею придумай идею там ради чего или ради кого ты живешь там дочери квартиру купить теперь я буду бизнесмен шей и так далее дальше самый страшный вопрос который я советую никогда в жизни не произносить этот вопрос звучит так этот вопрос звучит так почему не произносите никогда этот вопрос не почему поменяйте слово вопрос почему на слово да зачем он мне сдался то есть в тот момент когда почему так произошло говорить и зачем он мне сдался вообще дальше никогда не говорите он от меня ушел всегда говорите пошел он от меня если у вас есть подруга которая говорит, от меня муж ушел, говорите ей, это он не ушел, это он пошел от тебя. Собор Парижской Богоматери. Обычно женщина говорит, я теперь никому не буду нужна, потому что я некрасивая, я могу сказать, кому вы не нравитесь, у того нет вкуса. Большое количество мужчин только и мечтает за тем, чтобы с вами жить и вас любить и так далее. Ну, в общем-то, вот такой мой ответ.